Что делать, если сорвался на порно? Какие ошибки не стоит допускать? И чем на самом деле так опасны порно-марафоны? Давай сразу обусловимся на том, что перед тем, как открыть в следующий раз парнуху, ты зайдешь на это видео и получишь от меня смачных лещей. Потому что такое поведение непозволительно мужчине, который идет по пути развития. Все эти выдуманные сиськи на экране мы оставляем куколдом. Ну все, дисклеймер закончился. Давайте теперь про то, что же делать, если сорвался на порно. Первое, что ты обязан сделать после того, как сорвался, это проанализировать. Анализ собственных действий это важно. Не совершая анализ, ты будешь из раза в раз допускать одни и те же ошибки и никак не будешь прогрессировать. Второе, что ты должен сделать, это ни в коем случае не догоняться еще одним актом мастурбации. Остановись, подумай о маме, подыши и дай себе смачного леща по лицу. Проснись, малыш, ты только что уебал дозу кокаина. Тебе больше не нужно, иначе твоя дофаминовая система просто выйдет в окно и хуй, когда ты ее в адекватном состоянии уже увидишь. Третье, что ты должен сделать, это прочитать мою статью про интеллектуальный подход, который избавит тебя от порно-зависимости. А также прочитать мою статью про восстановление дофаминовой системы. Прочитав только эти две статьи, очень много дерьма выйдет из твоей головы, и тебе будет абсолютно понятно, как со всем этим работать. Обязательно оставляй комментарий бабуин, и помни одну очень важную вещь. Быть сильным – это выбор. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!